Просто вот сказали, да, а вы практику увидите. Евгений, у Романа полторы тысячи кабинетов, как ты успеваешь? У меня отдел фарма, у меня три человека сидит на фарме, плюс программное обеспечение, которое мы сами написали. Мы вложили порядка 10 тысяч долларов в программное обеспечение, которое нам автоматом это делает. А у вас будет шикарная возможность, ЗБС-таргетологи, всем этим поспользоваться, узнать. Методики выхода из бана, все мы расскажем. Так, ребят, сетевой бизнес, сетевой бизнес. Так, сейчас, секундочку, сейчас, секундочку. Так, сетевой бизнес. Поехали. Прямо сейчас, поехали. Готовность, готовность номер один. Ура, ура. Так, кодовые слова, надеюсь, вы собираете. Полетели. Пишут, только быстро. Только быстро? Быстро это, когда мы не добегаем. Ребята, рассмотрим кейс. Это привлечение партнером в MLM проект, который называется Вертера. Это один из самых крупных в СНГ и Европе производитель органических продуктов. И они занимаются как раз таки. Это является чистой ВД MLM. И там была очень интересная модель и очень много труд. Мы сейчас вам не просто, мы не даем вам, типа, вот, мы, нам все равно, там, этот продукт, другой продукт. Для нас это сетевой бизнес. И мы делаем так, чтобы этот сетевой бизнес вырастал. И, соответственно, люди это видели и платили нам за это деньги. То есть, мы сейчас не рекламируем конкретно какой-то продукт. Нам все равно. Мы зарабатываем с этого деньги. И вам это рассказываем. Поехали. Дайте в чат огня, ребят. Стояла задача перед нами. Это разработать модель привлечения партнеров через таргет без банов. Потому что, когда они к нам обратились, они сказали, нам положили 283 кабинета. Я просто, как сейчас, помню этот разговор с Димой. И, как бы, Дмитрием Вихровым, он говорит, у нас просто банит. Просто беспощадно банит. Мы не знаем, что делать. И, как бы, основная сложность, что сетевой бизнес сам по себе запрещен. И, как бы, правилами фейсбуками он ограничен. И, как бы, нужно было реально найти ту модель, с которой мы можем зайти на рынок. И, как бы, мы ее придумали. Самое интересное, что благодаря методу проб и ошибок мы ее придумали. Начнем с того, через что мы прошли. Блокировки. Их сначала было больше 50. У нас отлетали сайты, отлетали креативы, текста, офферы, с которыми мы работали. И мы нашли все возможные триггеры, за которые он придирается. То есть, он придирался к определенным словам, к определенному сайту, к неймингу доменов. То есть, название доменов. И, как бы, блин, он на это все обращал внимание. Поэтому, ребята, главный вопрос. Вы готовы слышать, как мы решили этот вопрос? Если да, поставьте плюс в чат, пожалуйста. Первым делом мы нашли стоп-факторы банов. Это слова «партнер», «главный по партнерству», «заработай», «получай», «натуральные продукты», «которые приносят прибыль». То есть, мы нашли эти все формулировки, нашли еще много-много разных синонимов и так далее, и тому подобное. Потом логотип Вартера. И как он его идентифицирует. Кодовое слово. Собираем, ребят, кодовое слово. Деньги настоящие, живые. Вы действительно те, кто может завтра просто взять и их выиграть. Ребят, дайте в чат огня, дайте в чат огня, что вы собираете кодовые слова. Настоящие, живые. Если вы здесь, где-то рядышком, мы лично вам передадим эти деньги. Можете даже, вот, настоящие деньги. Вы можете посмотреть, какой здесь там, код, ну там, короче, это настоящие деньги. Лично вам их передадим. Или переведем на банковский ваш расчетный счет. Поехали. Огня! Погнал огонь. Он реагировал на логотип Вартера. Логотип Вартера официально внесен в список MLM-компаний, которые есть, ну, как бы, в списках Фейсбука и Гугла. То есть он на них триггерит. Короткие сайты без описания. То есть у них был сайт, который имел один-два экрана, который, в принципе, не пояснял логику работы продукта, либо логику их работы, еще что-то и так дальше. Мы начали общаться усиленно с поддержкой, находить все баны и поняли, что сайт должен быть с описанием. Минимум в пять блоков. То есть это первый экран, это преимущество данного слова и так дальше и тому подобное. Это описание, кому это полезно, что это решает и так дальше. Это все должно было быть на сайте, иначе банили. То есть были ложные обещания. Они так и говорили, вы обманываете. Хотя мы не обманывали. Начнем с того, через что мы прошли. Были сложности с подачей по креативам. Мы протестировали более 100 креативов и больше 20 офферов, чтобы найти свои рабочие связки. То есть мы пробовали ставить людей, каких-то животных, еще что-то, прямых людей, какие-то отсылки, продукт. Все блокировалось, ограничивалось, либо еще что-то. И подача сайта. Мы сменили 10 сайтов, 10 офферов, чтобы попадать точно в целевую аудиторию, чтобы у нас было максимально высокое качество трафика, которое мы могли достигать. По какой модели мы пошли привлекать клиентов? Это инфобизнес, ребята. Это только инфобизнес, хорошо пошел, бесплатный мастер-класс, как начать свой прибыльный экобизнес на удаленке. Данная формулировка хорошо не только зашла, она дала понять тем же сетевикам, MLM-щикам, либо мамам в декрете, что они могут начать свой экобизнес. Любой экобизнес связан с экопродуктами. То есть это отсылка. Продажа с мастер-класса в партнерство компании. То есть они продавали свои продукты и приглашали стать партнером. Это чисто на мастер-классе. Так как Facebook не умеет вычитывать мастер-классы, то с легкостью можно было немножко подерзить. И продажа продукта компании привлеченным партнером. То есть они сами его покупали, употребляли и дальше как бы развивали свою инфраструктуру и команду. Сделали сайт. Смотрите, это первый экран сайта. Мы взяли за него 150 долларов. Как бы, да? Мы, в принципе, брали недорого, потому что мы понимали, что нам нужно разобраться. И все, мы разобрались. И дальше начали добирать еще дополнительно клиентов по MLM. Но вы можете увидеть, что здесь есть короткий максимально оффер на первом экране. Как бы, да? Оффер – это то, что вас пишет, как начать свой прибыльный экобизнес на удаленке. Это оффер, Виктория. То есть это предложение, которому вы обращаетесь к людям. Дальше мы создали креативы для таргетинга. Вы видите креативы, которые зашли, которые у нас работали. У нас зашли все тети, все дяди, все какая-то инфографика, связанная с этим и так далее, и тому подобное. Это все у нас зашло. Еще у нас неплохо зашли креативы, где есть природа, вкусные блины и всякие апельсины, бананы и прочее, прочее. Это неплохо давало, потому что это была отсылка к эко. То есть, да, это отсылка к эко. Ребят, кодовое слово – прибыль. Записывайте кодовое слово, делайте скриншот и выиграйте. Кодовое слово, ребят, кодовое слово – прибыль. Очень важна последовательность, очень важно хрустящие, настоящие 100 долларов. То есть, вы, между прочим, просто еще завтра заберете этих 100 долларов. Вообще круто, да? Мы потом рандомным способом возьмем и сразу же, ребят, важно подписаться на мой инстаграм. Важно еще вам, чтобы вы скачаете обязательно ватсап, подписаться на мой инстаграм. И, конечно, правильная последовательность слов, очень важно, живые 100 долларов. Слово – прибыль, слово – прибыль. Поехали. Ребят, мы настраивали таргет на интересы. Первоначально мы настраивали таргет на интересы. Удаленная работа, фрилансер. Мы с этого начали. Мы начали с этого пула интересов, которые дали нам первый толчок. То есть, вы можете увидеть скриншоты. Мы настроили дальше по интересам деньги, доход, пассивный доход. Все, что косвенно связано с MLM и сетевым маркетингом. Мы настроили еще на бизнес-конференции, бизнес-образование, бизнес-школа. Потому что это тоже прямая отсылка к MLM, обучению и образованию. И настроили на широкую без интересов. Широкую используется в большинстве случаев наших настроек в команде. Почему? Потому что это крутая гипотеза, которой мы позволяем. То есть, мы настраиваем компанию в широкую и сразу же по интересам. То есть, Евгений, это коммерческая тайна. Какая прибыль 4,8 миллиона? Индии подписан, не могу оглашать. Что мы использовали в тексте? Какие тексты мы использовали? Вы можете ярко увидеть это именно то, что мы использовали. Здесь есть определенный как бы attention. То есть, это внимание, как создать свой бизнес, либо как создать свой трендовый бизнес. И дальше идет описание, что мы приглашаем на бесплатный онлайн-мастер-класс, где вы узнаете. И пошло уже по шагам. Жмите, регистрируйтесь. Это без смайликов. Дальше мы сделали уже со смайликами. Есть еще смайлики, за которые Facebook ограничивает. Самое интересное. Это так называемый Unicode. И есть политика, которая называется злоупотребление Unicode. И мы как бы с ней столкнулись. И это была одна из причин блокировок. Спроси, ребята. Я дать ли они узнать, что такое Unicode. Ребята, хотите вы узнать, что такое Unicode? Если да, поставьте единичку в чат. Скажи, ребята, что мы реально даем больше, чем обещаем. Так, скажи, ребята. Так тебя слышат. А мы, может, и не слышим. Ребята, мы даем больше, чем обещаем. Ну, серьезно. Очень сильно больше даем, нежели обещаем. И как бы нормально объясняем, как нужно. Чтобы вы могли что-то повторить, перенять для себя и воспользоваться. Да, хотите. Unicode – это emoji. То есть, это смайлики. То есть, это смайлики. Да, вот вы можете увидеть там клевер, да, пальчик у меня есть. То есть, Unicode – это смайлики. Есть смайлики, за которые блокируют Facebook. То есть, он их просто не любит. Он не любит злоупотребление огнем. Он не любит злоупотребление галочками, злоупотребление красными какими-то символами и так дальше. То есть, это Facebook и это их правило. Результаты для клиента. Самое интересное, к чему мы пришли, что цена леда была равна 0.67, 1.15, 1.5 доллара. Регистрации в день 98, 1.14, доходимость 45%. В итоге мы начинали с 15. Мы начинали с 15 и как бы раскручивали. Итога конверсия на вступление в партнерство из мастер-класса была 35%. То есть, если мы загоняли 100 ледов для облегчения расчета, приходило 45 людей. И 45 людей 35% и шли в партнеры. И рекламный бюджет в день был 100 долларов. То есть, 100 долларов в день мы постоянно тратили и шли как бы в расширение. Мы потом там разогнались до 300, отжали то, что нам нужно и как бы обратно вернулись на 100. Что сделали мы для увеличения эффективности? Во-первых, это изменение воронки. Точка 15% доходимости до мастер-класса. Точка B 45% доходимости до мастер-класса. За счет чего? За счет того, что менеджеры прозванивали вживую лидам после определенного шага воронки. То есть, воронка определяла людей, которым это интересно. Менеджеры звонили, рассказывали, приглашали. И как бы случался живой контакт. Тогда люди доходили. Второе, что мы сделали. Мы подключили планирование в календарях автоматически. То есть, как только человек попадал в определенную систему, он указывал уже свою почту при регистрации. Gmail, Яндекс, Mail.ru. И система автоматически ставила в календарь под эту дату и время автомероприятия. И он постоянно в телефоне давал уведомления, что совсем скоро, через два дня вам нужно посетить, а завтра состоится, а через там, вот сегодня будет, через час и так дальше. То есть, было определенное пуш-оповещение, то есть, да, которое постоянно пикали в телефоне, оповещали, вибрировали, еще что-то делали и так дальше. Не давали человеку забыть. Ребят, а в какой модели работы MLM вы используете без блокировок? Ну, какие есть модели работы в MLM, которые можно использовать без блокировок? Какие вы знаете, либо какие вы уже используете, как MLM-предприниматель? Напишите, пожалуйста, в чат. Дропшиппинг в MLM, квиз. Квиз, да, кстати, крутая тема. За квиз можно неплохо в MLM обойти систему Facebook, но я вам могу так сказать, что сейчас Instagram-бот немножко интереснее квиза идет. Даже намного интереснее. Так, ребят, задайте свои вопросы сейчас. Прямо сейчас задайте свои вопросы. Задайте сейчас ваши вопросы. Сейчас, буквально секунду. 4 часа с ботом. Это все решаемо. Там есть алгоритмы, механизмы, которые это все работает без проблем. Елена задает. Какой детальный таргетинг для ниши сосудистая хирургия, лечения варикоза и атеросклероза в нижних конечностях? Ну, смотрите, все зависит от симптомов, которые есть. То есть, в каждой определенной болезни есть определенные симптомы. И в наборе детального таргетинга очень часто встречаются эти симптомы, и можно по ним пройтись в детальном таргетинге и спокойно настроиться на них. То есть, если это сосуды нижних конечеств, то они либо ноги болят, либо на спину отдает, либо как бы, ну, связаны что-то с углобами еще дополнительно. И можно на него настроиться. А есть еще терапевты интереса. То есть, люди идут на определенное обследование, проверку к терапевту, либо к определенному врачу. И по них точно так же можно настроиться. Так, первое слово, Максим, это то, которое вы записали. Максим спрашивает, какое первое слово? Зарина, как нутрициологу продвигать? Если продвигать себя, то только через личный бренд и экспертность. Нужно прописывать контент-стратегию грамотно. И потом строить уже таргетинг на основании полезности. Согласна целевому аудиторию? А как отвязать бота в смарт-центре? Тань, смотри. Но вы должны сделать несколько сообщений, которые не будут нарушать политику конфиденциальности Фейсбука. Тогда да, тогда проблем не будет, в принципе, с отливом рекламы. Давай следующий вопрос. Вниз. Вниз. Всех, кто идут на курс, будет запись, да, эфира.